МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В музее ядерного оружия открылся новый экспонат. Вагон-салон Юлия Борисовича Харитона. О рождаемости заключенных в расторгнутых браках в отделе ЗАГС Сарова подвели итоги года. Кэс Баскет, команда лицея номер 15, заняла первое место в дивизионном этапе соревнований. Далее расскажем обо всем подробно. 2020 год пройдет под знаком 75-летия атомной отрасли. К этой дате в Федеральном ядерном центре в НЕФ будет приурочено большое количество различных мероприятий. Первые в череде юбилейных торжеств провели уже на этой неделе. В музее ядерного оружия прошло открытие новой уникальной экспозиции салона вагона академика Юлия Борисовича Харитона. Трижды герой социалистического труда Юлий Борисович Харитон один из крупнейших отечественных физиков 20 века и ключевая фигура советского атомного проекта. Он многие десятилетия возглавлял наш институт и до 1992 года оставался бессменным научным руководителем Федерального ядерного центра в НЕФ. С началом реализации атомного проекта всем руководителям было запрещено пользоваться авиалениями в целях безопасности. Поэтому в 1951 году Юлий Харитон получил в свое распоряжение персональный вагон. Чуть менее 25 лет назад вагон прибыл из своего последнего рейса. И первым, кто предложил идею сделать из этого салона музейный экспонат, был помощник Юлий Борисовича Харитона Александр Иванович Вадобшин. Но по причине значительных габаритов экспоната было очень много сомнений, обсуждений. И вот, наконец, в 2019 году директорам было принято решение, дано добро на то, чтобы реализовать эту идею. Более 30 лет вагон служил для Юлия Борисовича вторым домом. Большую часть времени он проводил в рабочих командировках. По устному распоряжению академика вагон отправлялся в Москву, на Семипалатинский полигон, на север. Именно здесь проходили большинство важных совещаний с академиками, министрами, известными учеными. После смерти Харитона с 1996 года вагон находился на запасном пути. Железнодорожники Рафиац Внеев бережно сохраняли его в течение 25 лет. Для нас принципиально важно все, что связано с историей КВ-11, с историей Внеева, с историей Сарова. И, безусловно, все, что связано с легендарным человеком Юлием Борисовичем Харитоном. Сегодня вот этот экспонат, который будет доступен, он, безусловно, внесет свою лепту, он покажет, что Юрий Борисович был простым человеком, несмотря на свои выдающиеся способности. Что он был доступен, что он в рамках своей жизни и своей деятельности показал, каким образом и как можно служить своему народу. Сейчас вагон-салон стоит в специально построенном павильоне Музея ядерного оружия. Специалисты сделали его по-настоящему уютным и при этом сохранили исторический вид интерьеров. Посетители могут осмотреть личное купе академика, купе для сопровождающих, отделение для проводников, кухню, зал для совещаний и рабочий кабинет Юлия Борисовича Харитона. Увидеть вагон собственными глазами саровчан приглашают в новогодние праздники. Музей ядерного оружия работает 3, 4, 5 и 6 января с 10 до 15 часов. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. При пустом зале. Будущее детского парка на улице Сосина оказалось неинтересно саровчанам. На общественное обсуждение итогового документа благоустройства парка в старой части города пришло 10 человек. Напомним, в следующем году Саров намерен участвовать с дизайн-проектом парка в конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Подробности далее. Амфитеатр, кафетерий, детские спортивные площадки, зона для выгула собак. Разрабатывая дизайн-проект парка на улице Сосина, специалисты департамента архитектуры и градостроительства постарались учесть все пожелания горожан. В процессе работы над концепцией они проводили собственные исследования, опросы, встречи с жителями. Таким образом мы поняли принципиальные задачи развития данной территории. Это сохранение лесного массива, расширение детской зоны, восстановление образовательной функции, повышение безопасности территории, адаптации для разных групп пользователей и работа не только с детским парком, но и с прилегающей территорией около Дворца творчества школьников. Территорию Дворца детского творчества решили благоустроить вместе с парком в едином стиле. Таким образом общая площадь проекта увеличилась до пяти с половиной гектаров. Ландшафтные работы в парке начали еще в 1980 году сотрудники проектного бюро «Мусина». С тех пор эта территория постепенно пришла в упадок. В 21 веке задачей минимум – это создать современное городское пространство, не теряющее историческое составляющее. Поэтому вазу в центре парка оставляют и включают в общую стилистику. Она остается, это отсыл к прошлому, к истории, которая все-таки сложилась. Мы просто саму клубу, вот эту кирпич, кирпичом, который серым выложен, мы ее реконструируем там, где это необходимо. И вокруг нее можно сделать лапочку бетонную, ну, с деревянным настилом. Новое общественное пространство по задумке архитекторов должно стать центром притяжения для жителей старой части города и посетителей парка в любое время года. Многие зоны проектировались с учетом использования зимой для создания ледяных горок и тематических площадок. Также на правах софинансирования и привлечения спонсорских средств авторы проекта предлагают построить кафетерий. Мы предлагаем разместить вдоль улицы Сосина кафетерий небольшой, порядка 107 квадратных метров его площадь, в один этаж. То есть это такой павильон светлый будет, в котором можно будет провести какое-то детское мероприятие, день рождения. Либо просто прийти, мать там, с ребенком, купить кофе, чай, ребенку там, с холодкой ваты и пойти дальше гулять. Специалисты департамента подробно рассказали о каждой зоне парка. Что там будет, из какого материала сделают покрытие, какой высоты установив фонарей, где поставят клумбы и ответили на вопросы горожан. Тех, кто заинтересовался дизайн проектом и пришел высказать свое мнение, оказалось крайне мало. Но они активно включились в разговор и уточняли все детали концепции. Много вопросов было о том, как приспособит парк для посетителей с собаками. Маршрут для собак, для посетителей парка с собаками, которые могут зайти отсюда, пройти на эту площадку, здесь поиграть, сделать все свои дела и пойти вдоль периметра и сделать большой круг. И при этом они не пересекают вот эти все дорожки и площадки, за которые мы переживаем. В январе следующего года с дизайн-проектом парка на улице Сосина Саров подаст заявку на участие в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В случае победы наш город сможет получить из федерального бюджета грантовую поддержку на сумму 100 миллионов рублей. Традиционная акция «Бегом в Новый год» пройдет в Сарове 31 декабря в 18 часов. Любители здорового образа жизни приглашают пробежать трехкилометровую дистанцию. Их путь пройдет от площади Ленина до улицы Шверника, далее по Силкино к Духовой и обратно на площадь. Наличие новогодних костюмов и атрибутики приветствуется. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подведены итоги грантового конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются развитием физкультуры и спорта. Заявки баскетбольного клуба «Атом», хоккейной команды «Саров» и футболистов «Икара» признаны соответствующими условиям. Каждый из клубов получит по 100 тысяч рублей из бюджета города. Подробности далее. С декабря 2018 года в администрации проходит конкурс социальных проектов некоммерческих организаций. В этот раз свои программы представили спортивные клубы города. На заседании комиссия рассмотрела заявки на получение субсидий баскетбольного клуба «Атом», хоккейного клуба «Саров» и футбольного клуба «Икар». Основное, что учитывалось, что их программа должна быть направлена на развитие вот этих спортов на территории города Сарова и привлечение молодежи вот эти виды спорта. Честно, откровенно говорю, мне понравилась программа хоккейного клуба. Неплохо они расписали вот именно меры приятия, потому что учитывается то, что не что им материально чисто надо, а для чего вот это материально надо. В состав конкурсной комиссии входят депутаты, представители администрации и ВНИЭФ. При отсутствии конкуренции по всем видам спорта бюджетные средства, а это 300 тысяч рублей, разделили между клубами поровну. В положении сказано, что можно подать любую заявку, но при заключении соглашения клуб должен, извините, меня, изменить свою заявку на ту сумму, которую он выиграл на данный момент, понимаете. То есть он должен изменить уже на вот под эти 100 тысяч. Хоть он там может 300, 400 и миллион, понимаете, можно заявить любые, понимаете. То есть это вот, ну, в положении четко. То есть на ту сумму, которую предусмотрено в бюджете на их поддержку. Спортивные клубы получат средства после подписания соглашения. Их команды смогут использовать уже до конца этого года. В отделе ЗАГС подвели итоги этого года. Всего на свет появилось почти 800 маленьких сыровчан. О том, какие имена выбрали родители своим новорожденным детям, сколько горожан узаконили или расторгли свои отношения, расскажем в следующем репортаже. Артем, Александр, Матвей, Андрей и Дмитрий. На протяжении восьми лет эти мужские имена остаются востребованными у родителей новорожденных. Девочек чаще всего называют Анастасией, Софией, Анной, Викторией. Мама и папой редко стали давать малышам русские имена, такие, как Григорий и Николай. Родители, которые заимствуют из каких-то других культур, называют своих детей. Вот в 2019 году у нас девочек назвали Габриэла, Мия, Устиня, Тея, Агнеса. То есть единичные имена среди девочек. Но в этом году они даже новые. За пять лет именно таких имен не давали. Среди мальчиков редко встречающимися именами назвали своих Дриан, Леон. В этом году в Сарове смертность превысила рождаемость более чем на 200 человек. Оформили браки 398 пар. 12 семей усыновили детей. 41 человек сменил имя. На сегодняшний день стабильно это либо приводит в соответствие все-таки имя, которое вот при рождении родители дали, но в силу каких-то обстоятельств, вот Алена, Алена, то есть дали четкое имя Алена. А человек, когда получал паспорт, она, например, точки ЙО, либо как-то забыли поставить при получении паспорта, то же самое пропустили, не посмотрели, что имя указано не так, как нужно было бы указать в документе удостоверяющим личность. Также в этом году большое количество саровчан обращалось в ЗАГС с заявлением о перемене фамилии. В основном это женщины, которые при заключении брака не смогли по той или иной причине взять фамилию супруга. Но спустя несколько лет все же решились на этот шаг. Были и те, кто при разводе вернул девичью фамилию. Лицей номер 15 представил наш город на областных соревнованиях чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Ребята боролись за победу с командами из ВИКС и Зижинска-Ордатова. По итогам игры дивизионного этапа саровчане заняли первое место. Подробности далее. На протяжении 9 лет баскетболисты 15 лицея старались стать победителями городского этапа соревнований КС Баскет. До первого места спортсменам не хватало всего нескольких очков. 2019-й для лицеистов стал удачным. Ребята все же смогли обойти соперников и стали победителями отборочного тура. По итогам которого им вручили путевку на второй областной этап чемпионата в Ордатове. Там ребята также заняли первое место. Я уверен, победа нам нужна была командная сплоченность. Мы вместе сыграемся уже на протяжении 9 лет. И вот, наконец-то заняли первое место. Безумно горд за себя, за команду. Рад, что представляем город. Надеемся, что выиграем на полуфинале области. Каждый день после уроков лицеисты встречаются в спортивном зале для того, чтобы придумать новые комбинации и отработать их на практике. По мнению тренера команды Олега Андрейчикова, именно упорные тренировки и хорошее взаимодействие с командой приводят ребят к заветным победам. Ребята каждый, ну, друг за друга. Вот именно командное взаимодействие и также индивидуальная подготовка. Все как бы слилось в победу. Хотя, конечно, хотелось бы больше практики. И я думаю, что вот этот турнир, который прошел в Вардатово, поможет нам уже на следующих этапах. Ребята набрались больше опыта практического, которого иногда не хватает. Всего в областном чемпионате Кэсбаскет принимает участие 8 дивизионов. Всех их разделили на две группы. Каждая команда должна сыграть друг с другом по одной игре. А после победителя встретятся в финале. Следующий матч саровские баскетболисты проведут на выезде 21 января на Бару. Там пройдет полуфинальный этап чемпионата области. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok